здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания драмаркетс и рад приветствую вас на нашем новом видео сегодня мы поговорим опять о новых рекордах которые на установились по индексу s&p 500 на чем растут рынки также я расскажу о том какие акции добавил свой инвестиционный портфель уже в декабре и также отвечу на те вопросы которые вы оставляли мне в комментариях под данными видео ну а прежде чем мы начнем напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк и так вчера s&p 500 индекс вновь установил локальный максимум собственно тому есть определенные причины и сегодня также с открытия азиатской площадки продолжают подрастать и собственного внимания все еще также остается это первое стимулирующие меры об этом также говорил джо байден то что новый пакет стимулирующих мер о помощи может быть уже реализован до момента его переезда белый дом который будет 1 января так он заявил и на сумму 14 триллиона долларов то есть конечно это плюс минус то что ожидали но немножко этот вопрос под утих с в связи с позитивными новостями по вакцине соответственно к этому вопросу вернулись и не это также добавляет оптимизма на фондовый рынок ну и в том числе вакцина да мы с вами ждем 10 декабря тогда будет следующее заседание и в день и собственно на этом заседании с большей вероятностью примется решение о том дадут ли файзеру и модерне уже доступ к распространению вакцины ну и собственно если это произойдет то я думаю что как раз новогодний ралли мы вполне можем увидеть поэтому важно брать во внимание сейчас эти два фокуса как на которых собственно рынок и растет а теперь расскажу о том что я купил в декабре то есть собственно я лично для себя ждал ну я стараюсь покупать акции я покупаю акции каждый месяц просто если например индексы 500 находится в коррекции я предпочитаю подождать пока цена выйдет из данной коррекции и тогда уже заходить собственно в конце ноября эта коррекция началась но она также быстро завершилась поэтому 1 декабря уже индекс обновляли локальный максимум поэтому здесь явно я принял решение также часть компании купить акции я покупаю на инвестиционном счете в адмирал маркет то есть это большинство акций в долгосрочный портфель поэтому здесь я подбираю таким образом ну и соответственно диверсифицируюсь выбираю разные сектора разные направления но которые будут перспективны ближайшие несколько десятков лет чтобы не покупать то что уже устаревает хотя у меня есть и компания exxon mobil который покупал одну из первых на минимальных уровнях но теперь я стараюсь больше уделять внимание как раз тем компаниям которые могут изменить нашу жизнь и будут к этому принимать участие собственно на купил я две компании это первая компания это биоген и компания байду да собственно мои покупки были обусловлены тем что компания биоген ведется тренд на долголетие да то есть это опять же длинный тренд который мы должны учитывать и а здесь биоген одна из компаний которая ведет разработки в лечении болезни паркинсона взгеймера и собственно понятно что мы со временем вероятно найдем способы на их лечения до что будет также увеличивать наше долголетие и собственно компания за это может тоже очень неплохо заработать в ноябре мы видели как раз когда компания пошла на регистрировать вот лекарство вот альцгеймера мы видели колоссальный всплеск затем после через несколько дней мы вновь вернулись на а предыдущие значения если мы с вами посмотрим недельный а таймфрейм и даже месячные то мы видим что компания торгуется на минимале значениях то есть за практически последние шесть лет ну вот торговлю идет в таком боковике собственно здесь с одной стороны если компания резко вернется опять в область 400 я скорее всего зафиксирую эту позицию потому что можно будет ожидать еще одного такого провала тогда я еще раз акции собственно докуплю но все-таки придерживаюсь этой идеи как долгосрочно поэтому покупаю на практически по минимальным значениям есть довольно таки неплохой потенциал для роста до компания не платит дивиденды но здесь как раз данная компания моем портфеле это как раз компания разработчик лекарств которые могут найти хорошее применение довольно таки объемный рынок и направлено на увеличение как раз стоимостью портфеля а не на дивиденды но еще одна компания которую я добавил эта компания байду китайский google собственно здесь интересно то что важно понимать да и мы с вами тоже это обсуждали на наших видео то что китай может вполне видите вытеснить сша и нужно присматриваться китайским компаниям да конечно есть определенное давление определенной подвижки с точки зрения длистинга китайских компаний с американского рынка но тем не менее я думаю что мы всегда найдем возможность их покупать и компания байду это как уже сказал китайский google она выглядела довольно таки неплохо по мультипликатором то есть пи у нее там в районе 14 что конечно гораздо меньше чем google хотя потенциал тоже роста он огромный и если мы посмотрим на график то мы тоже сможем увидеть что акции компании байду торгуются на минимумах за последние тоже несколько лет то есть локально последние пару месяцев мы видели конечно рост но в разрезе там нескольких лет мы видим что компания торгуются ниже максимум которые были там в восемнадцатом году в области 278 сейчас торгуются по 140 хватило мне пока только на одну акцию возможно если будет еще коррекция конечно же буду докупать из области там 100 113 и тоже планируем наращивать эту акцию своем на портфеле но на также буду смотреть и другие китайские компании которые выглядят довольно таки интересно но вот таким образом я сейчас диверсифицирую свой портфель и с точки зрения астронового риска ноябрь был довольно таки неплохой многие акции отросли но вот наверное акции которые радуют меньше всего это компания никола который покупал небольшим объемом буквально 5 акций по 24 доллара собственно опустились до 17 сейчас это самая проседающая акция моем портфеле даже apple несколько отрос но посмотрим то все таки эта идея она скажем так я не входил в нее полным объемом которым я обычно покупаю акции ходит только частью и да здесь потенциал на то что компания может выстрелить дайте и там до 50 до 100 долларов тогда может быть хороший хорошая прибыль ну а если компания все-таки этого не покажет убыток он контролируем он регулируем он будет не таким большим как возможен потенциал роста опять же альтернативный транспорт да то есть транспорт на альтернативном топливе это опять же длинный тренд который тоже необходимо учитывать а и теперь я бы тоже хотел ответить на несколько вопросов которые у вас появились которые вы оставляли на нашем youtube канале сейчас я переключу обратно на наш график и давайте посмотрим то есть вопросы которые были по поводу NASDAQ и S&P 500 но здесь я вот не сторонник то есть я уже убедился что сторонникам шортов за этот год не везет ну то есть я там шортил феврале тоже S&P 500 но после этого там спустя пару месяцев перестал это делать потому что рынки просто откупают на всех коррекциях на всех движениях если посмотреть например тот же самый NASDAQ он конечно не так сильно отрос но потенциал у него все равно остается поэтому это это тоже важно учитывать потому что работать против рынка работать против рынка крайне опасно тем более рынок на максимум конечно хочется его зашорстить но я не сторонник данного подхода и как я уже говорил тоже несколько месяцев назад я перестал покупать контртрендово хотя до этого я так и делал а просто уменьшал риск и все-таки сделка у меня стало меньше я жду движение именно по тренду потому что шортить крайне опасно опять же здесь вы спрашивали про то где какие на каких уровнях может остановиться S&P 500 но пока коррекция не началась да то есть мы опять видели вчера одно время локального максимума и опять же здесь есть использовать стопы то скорее всего будет выбиваться раз за разом да раз за разом соответственно сейчас опять же по индексам разумнее использовать стратегию покупать buy the dip то есть покупать на коррекциях и даже если вы уходите там в средне у вас позиция становится среднесрочной то все равно в течение там нескольких месяцев она может выйти в плюс то есть это более вероятно чем шортить поэтому от шортов я бы еще раз попросил быть максимально аккуратным то есть да вы можете использовать какую-то небольшую часть своего портфеля но шорты это сейчас в текущих условиях это крайне опасно потому что рынок на максимум и он еще может продолжать дальше расти также вопрос по поводу ETF безопаснее но менее прибыльно ну скажем так то есть ETF если мы берем там сектовой ETF то есть там ETF на зеленую энергетику ETF там на нефтяные компании то есть это что-то среднее да то есть как например там тоже самый индекс S&P 500 с одной стороны если у вас не очень много времени на то чтобы уделять именно инвестициям ETF это наверное самый лучший вариант то есть вы просто выбрали сектора который вы хотите инвестировать да то есть там например 10 ETF и их постепенно да покупаете там равными частями или ну при определенной пропорции но понятно что в каждом ETF есть компании которые показывают более лучший результат поэтому здесь я лично для себя выбрал стратегию именно сток пикинга то есть я определяю сектор который мне интересно было найти компании я нахожу недооцененную компанию ну стараясь по крайней мере большинство компаний которые добавляют именно это недооцененные которые находятся там на локальных менюх то есть интересные покупки с точки зрения технического анализа и тогда это позволяет также максимизировать прибыль потому что да там ETF может показать там рост 15 процентов а отдельная акция может выросить там на 40 процентов и в этом собственно есть разница но это конечно требует большего времени а также последнее видео был вопрос еще раз возникают вопросы про шорты но про шорт я уже собственно да ответил не сторонник я сейчас шортов и еще раз хотел бы вас оградить максимально от этого то есть старайтесь шортить меньше потому что рынок может очень сильно наказать но собственно убытками да сейчас шортить крайне опасно с точки зрения там опять же коррекционных уровней то есть у нас конечно мы можем скорректироваться если мы посмотрим по s&p 500 на дневной таймфрейм то есть вполне вероятно что можно уйти на там на 3 300 на 3 200 но вполне может такого быть что этого и не произойдет да то есть мы видели то есть в среднем коррекция которая даже была там за этот год то есть максимум который был то есть там порядка 10 процентов ну вот что-то средне да то есть ожидать коррекцию то ждать коррекцию примерно 10 процентов то есть здесь если прикинуть то есть но в самом лучшем коррекционном сценарии это 3 200 3 300 мы можем прийти но то есть вряд ли мы можем ожидать такого же провала который был в марте да то есть это тоже важно понимать окей теперь давайте посмотрим что у нас на рынке но вот в таком же формате оставляйте пожалуйста ваши вопросы я к ней буду возвращаться возможно буду делать как раз акцент на вопросы по средам когда у нас не так много новостей выходит и да пишите свои вопросы то здесь я всегда этому очень рад собственно как я уже сказал доллар бьет локальные минимумы индексы бьют локальный максимум собственно такой же картину мы видим и по евро сегодня уже торгуемся выше максимальной значения вторника продолжается рост то есть опять же покупать сейчас я не вижу смысла буду ждать здесь коррекцию по британской валюте мы тоже находимся на локальных максимум подошли вплотную к максимальное значение которое мы видели в конце августа ну и собственно опять же сейчас она находится на локальных максимум где не самый лучший момент опять же заходить на покупки то есть точки зрения часового таймфрейма мы тоже обновили локальный максимум и тенденция к росту здесь у нас продолжается поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным а по паре американский доллар канадский доллар топчемся в вблизи минимальных значений то есть топчемся вблизи тех минимальных уровней которые мы рассматривали ранее да с точки зрения входа в данную позицию ну точнее цели при входе на продажу то здесь бы я вышел из этих продаж ну а сейчас я также буду здесь ждать коррекцию заходить уже непосредственно на коррекционных движениях а по паре американский доллар японская иена вот тут коррекция как раз уже началась давай здесь чуть более интересно и фокус вниманием не смещаться данной валютной паре то есть конечно сейчас мы не обновили локальный минимум то есть да то движение который был она не получила подтверждение но коррекция здесь формируется это интересно потому что дня по завершению данной коррекции уже будет интересный момент для входа на продолжение как раз тренд у нас сохраняется нисходящий уже а достаточно долго, фактически можем говорить, что да, с февраля у нас идет нисходящий, конечно, он может поменяться, и здесь с точки зрения ключевых уровней можем рассматривать область примерно 105, то есть если цена уйдет выше данного области, то на коррекциях будут заходить уже непосредственно в рост, да, сейчас пока тенденция у нас сохраняется нисходящая, я буду искать возможности продать, возможно как раз вблизи данного уровня мы можем и остановиться. Австралиец и новозеландец тоже торгуется на локальных максимум, тоже здесь ничего интересного, коррекция была небольшая, собственно для входа я эту ситуацию не рассматривал сегодня, опять торгуемся выше максимальных значений, которые были вчера, соответственно здесь мы можем говорить о вновь начале восходящего движения, но не самая лучшая точка, не самое лучшее время как раз для входа, потому что буду здесь тоже ждать коррекцию, ну а новозеландец тем более уже опять обновляет локальный максимум, то есть если вы все еще находитесь в покупках, да, если покупали где-то там области 65-98 в начале ноября, то пока имеет смысл продолжать держать, то есть пока здесь ничего не поменялось и, ну конечно бы уже здесь неплохо зафиксироваться, потому что после такого роста коррекция конечно может произойти с каждым днем, с каждым, ну локальным максимумом, вероятность коррекции она все выше и выше. Но опять же не стоит шортить, да, то есть вот шорты здесь тоже крайне опасно, потому что можно прокатиться еще и выше. Золото, вот золото тоже выглядит довольно-таки интересно, то есть мы опустились на минимумы за последние несколько месяцев, то есть фактически минимум июля, даже чуть, ну примерно, да, минимум июля и с текущих уровней даже в рамках нисходящей формации я все-таки считаю, что интересно попробовать золото купить, но опять же купить не прямо по текущим ценам, то есть я не могу купить по текущим ценам, потому что тогда я буду вне риска. Но опять же на тот случай, если произойдет коррекция, я поставил отложенный ордер, цена у меня входа стоит 1769 долларов за тройскую унцу, вот если будет коррекция туда, то я войду, если не будет, то, ну собственно в эту позицию я не войду. Но вот мне интересно найти в золото только по текущей цене и собственно ее я и пока буду дожидаться. Произойдет, хорошо не произойдет, буду искать другие инструменты, другие точки. По индексу DAX тоже мы находимся на локальных максимумах, тоже вероятность коррекции, она конечно существует, но опять же шортить крайне опасно. Сейчас мы видим, что DAX немного корректируется с момента открытия, собственно на этой неделе локальный максимум мы не смогли переписать, в отличие от индекса S&P 500, вполне вероятно, что это выглядит как недостаточности быков двигаться дальше и конечно коррекция техническая здесь может произойти, но опять же не стоит ждать ее какой-то супер сильный. Конечно DAX может корректироваться сильнее, чем индекс S&P 500, поэтому может быть он и чуть более интересен для шортов, потому что коррекция была на 12%, которую мы видели в октябре, затем все крайне быстро откупили, поэтому тоже здесь нужно быть крайне аккуратным, но S&P тоже торгуется на локальных максимумах, то есть вот здесь как раз эта область сопротивления просматривается гораздо лучше, чем по S&P 500, поэтому здесь тоже нужно к этому присмотреться. но вот по непосредственно самому S&P 500, да мы видим новый локальный максимум, опять же заходить на покупку только если по акциям, которые просели, в отличие от индекса S&P 500, сам индекс S&P 500 конечно входить пока не буду, буду ждать коррекцию, тогда уже буду рассматривать входы на продолжение как раз роста. Новый локальный максимум, да, вчера был зафиксирован 3,678 по индексу S&P 500, коррекция, как многие ожидают, конечно может произойти, но я бы на это сейчас свои деньги бы не поставил, поэтому еще раз, да, уже наверно в десятый раз повторюсь, будьте с этим аккуратны. Ну и нефть марки Brent продолжается заседание ОПЕК плюс, если смогут договориться на сохранение прежних условий по снижению добычи на еще какой-то определенный срок, то конечно это поддерживает цены на нефть и тогда мы сможем видеть и продолжение роста котировок нефти марки Brent, котировок нефти марки WTI, ну и соответственно нефтяных компаний, которые также от этого безусловно будут выигрывать, но пока мы ждем решения, видим что нефть пока конечно подрастает, да, была небольшая коррекция с конца ноября, но в целом пока общий тренд все-таки наметился на укрепление, то есть он также продолжается, особенно после обновления августовских максимумов мы видим тенденцию к продолжению роста. Неделя довольно-таки интересная, неделя я напомню, завершится также Non-Farm Payrolls, крайне важный показатель, но кстати этот момент и многие другие моменты, которые относятся к новостям, то есть что сейчас происходит на рынке, мы обсудили с моим коллегой Фуаном Расумом в подкасте два трейдера, которые выходят каждый вторник, запись уже доступна, ссылочка будет в описании к этому видео, ну а на сегодня это все, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, ну а вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok